Мы находимся на выставке прода экспорт с нашими гостями и партнерами. Сергей, вы большая розничная сеть. Как дела у сети в 2019 году? Что у вас новенького ожидается в этом году? И мне очень интересно про НДС с вами поговорить, но сначала поговорим про вашу большую сеть. Да, здравствуйте. Сеть закончила прошлый год с оборотом 109 миллиардов рублей. Сеть франчайзинговая, как вы знаете, кто не знает. Она включает в себя сети региональные. В этом году у нас планы 300 миллиардов рублей, 305. Сейчас много сетей проходит адаптацию и вступает в хороший выбор, меняет вывески. Поэтому мы с полной надеждой, что закончим этот год с 300 миллиардами рублей и таким образом выполним еще один шаг к нашей цели – стать такой третьей силой в стране в ритейле. Третья розничная сеть по объему, по размеру? По выручке, да, если считать выручку. А у вас есть какие-то конкурентные преимущества технологические, чтобы вот в этой тройке оставаться или в нее попадать? Да, мы постоянно об этом думаем и достаточно тщательно к этому относимся. Если говорить про какие-то ключевые вещи, первое – мы созданы благодаря объединению региональных сетей. И эти региональные сети являются лидерами на своих региональных рынках. Первое конкурентное преимущество – это местоположение магазинов. И собственность этих магазинов дает нам права считать, что наше расположение магазинов и любовь уже местных региональных покупателей, она уже состоялась. И мы ее укрепляем с годами. Второе – это технологии. Безусловно, у нас есть единая IT-инфраструктура и огромное количество модулей, которые мы успели внедрить в предыдущие три года, она разрастается. В этом году мы сможем, заключая договора с производителями, в новой переговорной кампании уже выдавать планограммы их товаров в каждый из на сегодняшний момент 700 магазинов, в дальнейшем более большое количество магазинов. Наша инфраструктура в этом году, она стала более открытой для производителей. Не нужно звонить категорийным менеджерам, слушать, что телефон занят, не нужно писать письма. Достаточно зайти на наш сайт, зарегистрироваться, выгрузить мастер данные своих товаров, которые производит производитель, получить шаблон коммерческого предложения, загрузить коммерческое предложение. А дальше, в зависимости от приоритета производителя, у него есть две возможности. Или сразу же сформулировать дату и время встречи его и приехать в наш офис московский, как это было в этом году. И для других производителей участвовать в онлайн-торгах, тем, которые очень сложно приезжать на Москву. Так, 1 февраля мы закрыли онлайн-торги, у них присутствовало 3,5 тысячи производителей, которые предлагали 200 тысяч товаров. И на сегодняшний момент мы разбираем онлайн-торги и видим достаточно большую перспективу новых товаров, новых производителей. И пока ни одна из сетей в России так не открыта к своим производителям, как мы. И третий блок конкурентного преимущества – это, конечно, структура ассортимента. Основой ее является некая стратегия каждой товарной категории. И мы отдаем себе отчет, что по крупным федеральным производителям наши условия будут третьими, но не первыми. Поэтому наши стратегии в основном ориентированы на уникальный ассортимент, импортный ассортимент, локальный ассортимент. И в этом смысле и связаны наши все технологические разработки для того, чтобы привлекать более большое количество производителей, локальных, выпускающих качественные товары. Вот если говорить коротко. Про НДС. Интересно, вы ожидаете снижения покупательской способности из-за того, что ставка выросла или нет? Нет. Ставка выросла. Выросла на всей цепочке от производителя, дистрибутора до магазина. Поэтому, конечно, это не 2%, это значительно больше. Но в ритейл это та самая прослойка между покупателем и производителем, которая как раз должна сдерживать рост цен. Мы смотрим за конкурентами. Если конкуренты на аналогичную продукцию поднимают цены или сдерживают ее, мы реагируем адекватно в этом смысле. Поэтому я не думаю, что, во-первых, полностью ожидание покупателя, что полностью вся цепочка НДС воплотится сразу же в ценах, этого нет. Мы следим за конкурентами, мы пытаемся оптимизировать свои расходы для того, чтобы уменьшать маржинальность и предлагать более разумные цены. И второе, на рынке вырос НДС для всех. В этом смысле мы не единственная компания, которая поднимает из НДС цены. Покупателю приходится сравнивать и видеть увеличение цен во всех абсолютно магазинах. Поэтому здесь ничего из ряда вон из правил рочной торговли в ценообразовании, где цены устанавливаются относительно конкуренции, не происходит. Я не вижу в этом смысле никаких проблем. Спасибо большое. Не переключайте скоро включение с нашими новыми гостями и экспертами. Спасибо.